Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша. Номер 1231 События дня. Сера 35-14. Боящийся Господа ничего не устрашится и не убоится, ибо Он надежда его. Блаженна душа боящегося Господа, кем Он держится, и кто опора Его, очи Господа на любящих Его. Он могущественная защита и крепкая опора, покров от зноя и покров от полуденного жара, охранение от преткновения и защита от падения. Он возвышает душу и просвещает очи, дает врачовство, жизнь и благословение. Это за 30 апреля 2019 года. Объявление наше. Затормозите и прочитайте. Сегодня наши к ним ездили. Надежда Васильевна там была. Далее я пишу тут книги. Вячеслав Семенов должен получать. Я говорю, собственно, дографировать. Вот прочитайте. Академия. Эти местами Писания подтверждают то, что говорил. Передать бы Шахматову Алексею Викторовичу Владимиру. Жду его с друзьями. Тут все написано. Прочитайте. И вдруг выходит на меня Бальтер Василий, бывший священник. Татьяна пишет. Как изменился Алексей рядом с таким человеком Божьим, как Игнатия Лапкина. Такое откровение приходит. Никто не останется равнодушным. Ибо объединить с Андреем Кураевым. Тогда русская интеллектуальная интеллигенция начнет понимать простых, горячо любящих и преданных Господу людей. Вот и спасение в таком единстве. А тут еще какой-то ангел. И говорит, вы знаете, кто этот дед на самом деле? Это наш сосед. Он Мустуманин. Его не Игнат зовут, а Илхам зовут. Наверное, кронштадтского и католики говорили, распространяли, что он принял католичество. Дальше Вячеслав что говорит. И говорит, никак не может Игнатий Тихонович поверить в своем благородном стремлении спасти Владимира Головина. Еще работая с Игорем Добуновым у него дома. И я показывал ему этот сайт. Чистой воды мошенническая махинация. Разве не за это Господь тряхнул Владимира, что он постарел лет на 10? Привыкли попы эти к своим добровольным пожертвованиям? Везде спекулируют святостью симонисты. Игнатий Тихонович, возьмите на внимание, посмотрите тот сайт. Пишу с телефона, не могу дать ссылку. Никита Колесников. Маргарита пишет. Деньги в церковь несовместимы по определению. Я категорически против коммерциализации РПЦ. Ну и далее. Секретаря, ссылка. Натальевич Кутова пишет. Слава Христу! И подумать никогда бы не смогла, что эта семья обратится с вопросами к Игнатию Тихоновичу. Велик наш Господь! Вовек милость его! У меня ролик все обнажено перед очами. Его ему дадим отчет. По соглашению, но без денег. Вот как я что, стрим должен сделать? Видите, какое соответствие. Вот так принимает Люи кое-что. Потому и обратились к Игнатию Тихоновичу за разъяснением, что очень уважаем. Я бы с ним и просто по телефону поговорил или по смс, но он миссионер и публичность условия беседы с ним. И беседовали мы с ним ради самих себя, а не для того, чтобы кому-то что-то доказать. И Лена Гурилия еще неужели вы настолько плохого мнения об Игнатии Тихоновича, что думаете, будто мы способны соблазнить его твердую веру и здравый рассудок? Беренин отвечает. Беренин отвечает. Беренин отвечает. Речь о том, что стяжи дух мирен. Мирен, только сиди, и спасутся тысячи. Ни один не спасется. Давыд говорит, я мирен, только заговорю о них в войне. Вера от слышания, а не от того, что сидеть будешь ты, мирно и молчать. А слышание от слова Божьего. Серафим про это даже слова не сказал. И вот уперлись кумиры, создали себя. Ну, неправильно сказал. Он прямо говорил, что дух святой покидал меня, а я говорил неправду. Слова-то эти возьмите. Он сам согласен. Ну, где же это правда? Соберутся тысячи. Ну, уже Серафима давно нету. Ну, хоть один момент. Покажите, где. Ну, не тысячи, сотни. Чтоб человек не говорил, дух мирный. Ну, нет этого. Десятки нету. Единицы даже нету. Ну, вот так вот. Предвзятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. Исидор Пилосиот. Ну, показать наши ресурсы тут можно, это, конечно. Вот. Это мой мир. Я перехожу на другое место. Вот как выглядит. В шапке я. Вот что-то просчитать шелихов зашел. Я его не знаю еще. Слава Христу, спаси Христос. Друзья, принял его, там еще сбросил ему. Новые люди, не знамые. Ну, и дальше, что у нас есть форум. Вот как выглядит форум православных Игнатий Лапкиных. Вот. Ну, а теперь что еще у нас? Ресурсы. Вот. Православный видеоканал, открытый моком о свете Библии. Подписчиков 36 тысяч. Сегодня на меня один вышел, и там где-то в Владивостоке работает. И говорит, у меня, говорит, подписчиков 9 миллионов. Ну, там это детские игры, там заходят дети. Ну, может, ни одного такого, как у нас, подписчика, это и нет у него. Я же не знаю. У нас-то серьезно. Они считают, берут, изменяют жизнь. А там просто интересно сделали, там что-то, хлопушку поставили. Там взорвал интернет. Там голые женщины идут. Ну, разное такое. А у нас этого нет. Вот так. И во свете Библии православный библейский сайт. Ну, вот он необходим. Вот. На проверке надо посмотреть, что-то тут есть или нет. За молитву. Духовный лохотрон называют. Я говорю. Непонятно, что тут хотел сказать. Дальше уже ничего нет. Вот так. Мы там вот здесь заходим. Сейчас вот обновляю и посмотреть, какие комментарии. Далеко тут не слышно было комментарии. Это вот как. Далеко было. Не досмотрел. Ух- Ух- Продолжение следует... Продолжение следует...